Всем привет! У меня сегодня день дожденья. Это сумки. Вот вам. Это я понесу деткам. Это шоколадка. Для учительницы это еще топки для деток. Я в украинском наряде еще в колготках. Ой, у Миланы очень украинский сегодня наряд. Такой красивый. Потом дома покажем, да? У меня еще кудры такие. Мы на ночь взлетали косички. Да. Вчера на гимнастике Милану уже поздравили. Так неожиданно ей Мишку очень красиво подарили. Тоже дома покажем, да? Да. А мама потом еще забрела хвост и поставила наверх цветочек маг. Вот так. Пойдем, да, в школу? Да. Покажи. Какая ты красивая, да? Красотка. А это там бумага, которая меня звонила. Ну хорошо. Веди нас. Где твой класс? Брать сумки, да? Да. Я же их сама не донесу. Доброе утро. У Миланы сегодня день рождения. Она уже пошла в школу, как вы видели. Еле-еле донесла я эти соки. Встретила учительницу. Учительница Милану так хвалила. Фу-фу-фу. Говорит, что прямо она такая послушная, идеальная. Вообще, ну не знаю, сказала, что прекрасный ребенок. Спасибо. А, спасибо. Дякую вам за дужу выхву над дыдымом. Вот. Мне было очень приятно. Сейчас я иду в караван. Встречусь со своей мамой. Нам надо купить торт с феями. Мы там заранее заказали. Ну, обычный торт. Ну, с феями. Свечку я еще не купила. Вот. Конечно, все сложилось не очень гладко. Закон подлости. Максим 4 месяца был дома. Вообще, у него не было командировок. Как только у Миланы день рождения, Максим уехал в командировку. Поэтому я попрошу свою маму нам помочь. Ну, дойти тут, идти недалеко. Но все равно там донести 5 литров соком. Вот. Мама мне поможет и останется с нами. Не все получилось так, как я хотела. Я, правда, очень расстроена. Иди сюда, Милюс. Это ты, Милюс? Да. Я под наушники. Бери наушники. К сожалению, не все дети смогли прийти. Не смогла прийти. Давай, закрывай. Наш самый главный гость, Миланна, подружка Майя. Они не смогли прийти, потому что Оля беременная. Уже вот-вот ей со дня на день рожать. И Оля не очень хорошо себя чувствует. Поэтому они приехать не смогли. Еще 3 человека тоже заболели. Не смогли прийти. У нас, кстати, никогда такого не было. Раньше всегда к нам, хоть и день рождения зимой, но всегда все приходили. В этом году не повезло. Еще 3 девочки со школы. Я даже не знаю, будут они или нет. Мы пригласили. Ну, вроде их мамы сказали, что будет. Но... Милиса, тише! Ну, я не уверена. Ну, дай бог, они будут, потому что совсем мало людей. И можно было просто пойти в игровую, да. А так мы идем там с аниматором в такую, где нужно именно много детей, чтобы участвовали. Там всякие конкурсы. Будут, конечно, не очень, когда 5 человек. Но ничего не поделаешь. Дети болеют. Поэтому уже как будет, так будет. Надеюсь, Милана не расстроится. Вчера на гимнастике ей подарили такого мишку. Боже, она такая счастливая была. Не знаю, я никогда не видела, чтобы нас на гимнастике кого-то поздравляли. Я даже не знаю, с какой радостью. Может, поздравляют, но я не видела. Вот. И прямо она такая счастливая была. Попозже вам немножко покажу этого мишку. А сейчас все. Я, в общем, побежала встречаться с мамой. Все. Покажу вам торт, когда заберу. Блин, у нас ЧП. Все пошло не по плану. Еще 2 месяца назад, уже, наверное, 2,5 месяца назад, я со своей кумой, Алисой, Лори Джинс, выбрала Милане платье на деньжение. Мы так долго выбирали. У меня видео даже есть. Мы выбирали. Мы вроде так его всматривали, выбирали. И Милана в нем должна праздновать день рождения. Но ничего другого я ей не готовила, не гладила, не покупала. И сейчас звонит Алиса за час до выхода и говорит, что на платье огромная дырка. И ничего нельзя сделать. Ну, и уже, конечно, не обменять ничего. 3 месяца прошло. И Алиса поехала за новым платьем. Мне, конечно, так, ну, как-то неудобно, да, чтобы мы не досмотрели вроде вместе или как так получилось. Она вынослина покупать теперь второе платье. Ну, у меня неудобно, потому что много денег она потратит. И Алиса говорю, что там на верхнем фатине, там фатина вроде много, а на верхнем фатине это дырка, что можно аккуратно ножничками отрезать фатин. Так я говорю, чтобы второе не покупала, но ей, соответственно, тоже как-то неудобно с обрезанным фатином дарить. И она помчала в горе джинс с мокрой головой за вторым платьем. Надеюсь, больше никаких неприятностей не будет. И дальше... Кстати, вот этого Мишку Миланя учила подарили на гимнастике. Все, я уже иду в школу за Миланой. Так что увидимся, наверное, уже на праздновании. Это настоящий беденец. У тебя правда сегодня день рождения? Держи подарок, и мы будем западить все вместе. Держи подарок, и мы будем западать 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 все части. Держи подарок, и мы будем западать все вместе. Я танцевала один фейский танк, взмахнула двумя фейскими ручками, сделала три супер модных фейских подруга, а мне никто не обладает. Палочка-палочка, господи, а детский умеет громко клопать в ладошке? А что ты умеешь? А что ты умеешь? Шаешься, конечно. А во всём уже догадались. Я волшебница. Фейер цветов. Люди называют меня розами. Одни зовут розами, другие розами, а третьи просто розами. Но когда я была маленькой, мамочка называла меня Родочка. И это имечко я люблю больше всего. А чтоб вы лучше его запомнили, скажите круг по всем вместе. Здравствуй, Родочка. Три, четыре. Здравствуй, Родочка. Ох, какие милые девочки голосочки. Как и сказочный фейчик. Мне хватило только чуть-чуть зубка. Правда, Палочка? Палочка. Говорит мне, что нужно просто прочистить горлышки. Это очень просто. Повторяйте с тобой. А-ха, а-ха. Вот это. А-ха. Есть и голосочек. А-ха, а-ха. Чудесненько. Горлышки мы с вами прочистили. И теперь я смогу услышать, как вас зовут. Все дети на свете знают свои имена. А вы знаете, как вас зовут? Да. Хорошо. Тогда сейчас на три-четыре. Вот правда крикните. Каждый свое имя. Приготовились. Три-четыре имя. Да. Чинь-динь. Чинь-динь. Динь-динь. Привет, Динь-динь. Это ты? Да. Да, Розочка. Это я. Динь-динь, перестань рядом. Зачем ты вцепилась в этот чудесный цветок? Розочка, это не я. Это он. Что? Цветок у тебя вцепился? Да. Наверное, влюбился. Привет, ребята. Привет, привет. Вы узнали меня? Да. Здорово. Я филе в колокольчик. Люблю потанцевать. Цветочка на цветочек. Как бабочка порхать. За мной рукашки вьются. В любви мне признаются. А эльфики все маются. Без памяти влюбляют. Ты надуваешься. Сейчас улетишь. У тебя и щетки надулись. И животик надулся. Даже коленочки надулись. Но ты молодец. Ты очень сильный и смелый. Давай пять ладошек. И присаживайся на стульчик. Там-там. Как же нам надуть шарик? Ребята? Да. Одなく память влюбляют. Абрам-хадабра. Влюбляйся. Абрам-хадабара. А если получится, мы тогда будем ст TikTokКОН! Ура! Я хочу пок SecigiUp. А давайте их посчитаем. Давайте посчитаем. Солнышко, бери по одному жучку и бросай их на пол. А мы, ребята, все считаем. Садитесь на места. Садитесь на стучки. Солнышко, присаживайте на стучки. Девять, десять, одиннадцать рукой. Стой, пошли на стучку. Это посчитали, посчитали. Еще они такие большие, Рудочка. Ребята, а вы не боитесь трогать жучков ручками? Нет, вы смелые. А мы с Рудочкой боимся, потому что эти жучки, они очень щепотно щепочутся. И поэтому у нас есть специальные лакурки, которыми мы их выбираем. Солнышко, ты будешь собирать жучков первые. Хорошо, вставай на ножки и скажи, кто тебе сейчас поможет и соберет? Выбирай кого-то, и не спроси. Кто с тобой будет собирать жучков? Да. Давай, Дашенька. Выходи. Какой тебе не только больше нравится, зеленая или беленькая? Беленькая. Даша уличка, ты становись зеленым. Скажи, папа, почему? Тогда мы начинаем команду. Один, два, три, начали! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok